Вы как-то рассказывали, что крестили одного известного общественного и политического деятеля, журналиста, блогера Максима Шевченко. Расскажите, как это было? Знаете, я думаю, что точнее будет послушать самого Максима Шевченко. Вот есть фильм, который снял обо мне Владимир Карамурза. Этот фильм, я думаю, общедоступный. Если вы напишите Володе письмо, Виктория Владимировна может вам дать телефон Владимира Карамурзы. Там один из говоривших, Максим Шевченко, он точнее рассказывает. Я могу забыть обстоятельства, но ведь Максим Шевченко не такой закрытый человек. Вы говорите, он блогер, я не очень знаю, что значит это слово. Но обратитесь к Максиму Шевченко. Обязательно. Возьмите у него тоже интервью, пусть он расскажет. Покажите ему наш с вами разговор, пусть он прокомментирует. Это было лето 88-го года, еще советское время. И, в общем, я помню, как мы шли мимо каких-то общежитий, и там с балкона высовывались, пальцами вот так показывали, как на какое-то диковинное создание. О, поп, поп идет, поп. Ну, в общем, он так шел, и он был именно священником, а не попом. Хотя он сказал, я горжусь своим именем попа, но вот он был как священник. И тогда как раз вот я сказал, ну, давайте вы окрестите меня. Человек, идущий против системы, против рожна, это человек, вызывающий уважение, знающий, что он рискует, знающий, что его могут за это лишить работы, свободы, там, не знаю, жизни, может быть, даже при каких-то обстоятельствах, понимаете? И он свою жизнь проживает, вот он уже очень пожилой человек, так, чтобы было видно, что ясно, что он всегда следует за своими принципами, за идеями. Это дорогого стоит. Наверное, год прошел, вот как Максим обратился к патриарху на видео, мы на канале разместили, вмешаться вот в ситуацию с церквями в Калуге, вот с протестантами в Орле, в других городах, прямо вот скажем, что это происходит. Помогите братьям по вере. Я давно занимаюсь защитой прав верующих и с особой озабоченностью слежу за тем, как в России преследуют христиан веры евангельской. Я знаю многих верующих в разных церквях, в разных регионах России. Это достойнейшие люди, это налогоплательщики, это люди, которые служат в армии, это граждане, которыми должна была бы гордиться любая страна. Вот, к сожалению, и в Орловской области, где, значит, и губернатор коммунисты, в Калужской области, я услышал, пытаются власти оспорить право уже находящихся на конкретных земельных участках зданий, которые сотни тысяч людей считают молильными домами для себя, церквями, и сломать. Это совершенно дикий абсурд, тем более в этих регионах, где Олег Николаевич Толстой в свое время жил, где он боролся за права духовборов, за права молокан, где духовное христианство имеет коренные истоки в русской истории, где нету никаких привнесенных из Америки или из каких-то других стран верований, как нам пытаются рассказать. Когда вам это говорят, не верьте это. Духовное христианство, евангельское христианство имеет русскую историю, русское происхождение. И лучшие люди земли русской, и Толстой, и Лесков, и Короленко, именно в этих регионах писали об этом, заступались за право верующих христиан, евангельских христиан, исповедь Христа так, как они хотят, а не только по указанию священного правящего синода. Я обращаюсь через вас и к патриарху Кириллу, ваше святейшество. Вы хорошо знаете евангельских христиан. Зачастую в разных регионах по наущению каких-то местных активистов православных, в том числе в рясах, которые имеют какие-то приватные отношения с сотрудниками спецслужб, очевидно, начинается преследование верующих. Причем со стороны евангельских христиан никогда не бывает никаких враждебных акций, действий или проповеди по отношению к господствующей в России православной церкви. Я такого не слышал. Уверен, что епископ Риховский Сергей Осетич, которого вы, ваше святейшество, прекрасно знаете, тоже никогда такого не позволял. Поэтому я прошу вас, зная вас как человека, который всегда был искренне привержен экуменическому общению, межконфессиональному диалогу, диалогу между христианскими церквями, стоит только успех в диалоге с беспоповцами рижскими, значит, балтийскими согласиями и так далее. И многое другое. Обратить внимание на преследование единоверцев в России, христиан веры евангельской, которая может принадлежать к другой деноминации, к другой конфессии, но так же, как и все православные возносят свои молитвы за нашу Родину и за ее процветание. То, что происходит в Калужской, в Орловской областях, я считаю совершенно неправильным, недопустимым. Я так же и призываю губернаторов этих областей остановить этот беспредел, поскольку это возможно. Но, возможно, это зависит не от губернаторов, а исходит от каких-то еще инстанций. Тогда давайте назовем эти инстанции, потому что мы идем по тем же самым опасным тропам, по которым Российская империя ходила в 19-м, начале 20-го века, когда преследование духовных христиан, евангельских христиан в Российской империи кончилось крайне плачевно для этой империи, но не для христиан. Потому что для христиан-то гонения только во славу Божию идут всегда. Аминь. Это было для многих неожиданностью, что Максим вот вступается за церковь и в Калуге, и в Орле. Я всегда задаю один вопрос. Веруешь ли ты во Христа? Вот символ веры. Веру его единого Бога, Отца Вседержителя. Все христиане, безразлично, католики, лютеране, православные, читают этот символ веры. Ну, у католиков, еще у кого-то будет филиоквы. Но от этого символ веры не меняется. Я не буду сегодня очень спорить, если в Русской Православной Церкви будет принят символ веры с филиоквы. Потому что, когда я читаю Евангелие, там Иисус Христос говорит, «Приимите Дух Свят, им же отпустятся грехи, отпустятся им, им же те держатся». Я не думаю, что католики отпали от мирового христианства, когда они признали филиоквы. Ну, опять же, если хотите, мы можем по догматике еще когда-то полтора часа беседу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!